Сура 83. Обвешивающий. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Когда посланник Аллаха переселился в Медину, на рынках города было распространено обвешивание. Затем Аллах ниспослал аят «Горе обвешивающим». И после этого люди стали торговать честно. От Ибн Аббаса. Горе. Сильное наказание, обещано обвешивающим. Обвешивающим при торговле. Таким, которые, когда покупают себе что-либо, отмеривая у людей, хотят получить полностью, требуют правильно мерить. А когда при продаже сами мерят им или взвешивают для них, нарушают, убавляют количество товара. Неужели такие обвешивающие не думают, что они будут воскрешены, снова оживлены? Для одного великого дня, в день суда, в день, когда все люди предстанут перед Господом миров, для того, чтобы Он рассчитал их и воздал им по их деяниям. Так нет же. Поистине, книга, погрязающая в грехи их имена, конечно, записывается в Сиджине, в списке адских мучеников. И что дало тебе знать, ты хоть знаешь, что такое Сиджин? Книга начертанная. Эта книга, куда заносятся их имена, уже написана. Горе. Сильное наказание будет в тот день, в день суда, считающим ложью, которые считают ложью день суда, не верят в то, что он наступит. А считает его, день суда, ложью, лишь всякий преступник, который нарушает права Аллаха и его рабов, очень грешный. Когда читают ему наши знамения, аяты Корана, он говорит, выдуманные легенды древних народов. Так нет же. Совсем не так, как утверждают они. Наоборот, это слова Аллаха, которые он дал откровениям своему пророку. Закрылись их сердца, чтобы признать истину из-за того, тех грехов, что они приобретали. Так нет же. Совсем не так, как утверждают неверующие. Ведь они, неверующие, от видения своего Господа в тот день, в день суда, будут отделены, лишены возможности. Затем они непременно будут гореть в огне, в аду. Потом будет сказано им. Это то, что вы считали ложью. Так нет же. Поистине, книга благочестивых, их имена, конечно, заносится в список обитателей райской страны Иль-Ли-Юн. И что дало тебе знать? Ты хоть знаешь, что такое Иль-Ли-Юн? Книга начертанная. Это книга, куда заносятся их имена, уже написана. В день суда будут свидетельствовать про нее, про то, что написано в этой книге «Приближенные ангелы». Поистине, благочестивые, те, которые придерживались истины и были покорны Аллаху, обязательно будут пребывать в райской благодати. На ложах возлежа и созерцая те блага, которые им приготовил Аллах. Ты узнаешь, увидишь в их лицах блеск, великолепие, благоденствие, так как их красивые лица будут светиться светом. Поят их вином, чистейшим и запечатанным, из запечатанных сосудов. От райского вина не пьянеют, и в нем нет никакого вреда, а наоборот, оно дает сильное удовольствие и наслаждение. В печать его, этого вина, мускус, и к этому, к такой вечной благодати, пусть стремятся стремящиеся. А смесь его, это вино смешано, с напитком, взятым из источника, то с ним. Источника, из которого пьют приближенные. Поистине, которые взбунтовались, стали неверующими над теми, которые уверовали, насмехались, издевались в приходящем мире. И когда те неверующие проходили мимо них, верующих, подмигивали друг к другу, подшучивая и издеваясь над верующими. А когда те неверующие возвращались к своим семьям и родственникам после своих встреч, возвращались радостными, так как они испытывали удовольствие от издевательств, и в кругу семьи с гордостью рассказывали о своих поступках. И когда многобожники видели их, сподвижников пророка Мухаммада, то говорили, ведь эти, конечно, заблуждаются в том, что следуют за Мухаммадом. А хотя они, противники истинной веры, не были посланы наблюдателями, надсмотрщиками, над ними, уверовавшими, Аллах не возложил на неверующих обязанность наблюдать за всеми словами и делами верующих. А в тот день, день суда, те, которые уверовали, сами посмеются над неверными, как те смеялись над ними в этом мире, на ложах созерцая те блага, что даровал им Аллах. И самым высшим благом в раю является видение прекраснейшего лика Аллаха. Воздалось ли неверным за то, за все их грехи, что они творили на земле, раз с ними так поступят? Субтитры создавал DimaTorzok